Перевод часов на зимнее время – это не только возможность поспать на час дольше, но и достаточно сильный стресс для организма, уверяют врачи. Как адаптироваться к новому ходу часов и не утратить работоспособности, узнавали наши корреспонденты. Впервые переводить часы на летнее время и обратно предложил американский президент Бенджамин Франклин. Но эта инициатива была реализована только в 1907 году в Великобритании. Так, увеличив световой день рабочего времени, экономили электроэнергию. Во времена Второй мировой войны, дабы продлить время активности армии, перевод стрелок переняли Германия и ее союзники. Позже инициативу подхватили многие другие государства. На территории СССР переводить время стали только в 80-х. О том, помогает ли это до сих пор экономить на освещении, специалисты спорят уже много лет. А вот какой-то стресс для организма знают многие не понаслышке. В это время люди делятся на два типа. Тех, кто никак не может адаптироваться. Кошмар. Не сплю. Ну не высыпаюсь. Нужно адаптироваться, нужно привыкать к этому времени. Плохо адаптируемся. Спать хочется. Не могу никак привыкнуть к новому времени. Первые дни плохо, а потом все нормально. И тех, кто перевел часы и забыл об этом. Я вполне спокойно. Меня ничего не беспокоит, никаких сбоев со здоровьем нет, как люди некоторые жалуются. Поэтому нормально. Элементарно. Никаких проблем. А что? У кого-то проблемы. И все-таки, говорят врачи, сложно переживающих адаптацию людей больше. Ведь чаще всего это те, кто вынужден жить по строгому графику. А его смещение не может не сказаться на здоровье. И именно перевод часов нередко становится причиной осенней хандры. Возникает осенняя хандра именно из-за того, что наши физиологические процессы перестают синхронизироваться с социальным временем. Потому что то, что происходит сейчас, то есть перевод времени, это перевод именно социального времени. Биологические часы нуждаются в том, чтобы они перенастроились или другими словами привыкли к тому, что все идет по-новому. Особенно тяжело смена режима дается людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им специалисты рекомендуют пройти обследование у лечащего врача, чтобы предупредить обострение. Стараться побольше отдыхать и не спеша настраиваться на новое время. Это также касается и детей. Пока не закончились каникулы, ребенка советуют подготовить к новому режиму и давать побольше поспать. Для детей, что важно учитывать, это режимные моменты. Начиная с пятницы, постарайтесь сделать так, чтобы дети, даже вставая уже по новому, графику по новому времени, ложились спать по старому. Дети должны выспаться. Не пугайтесь, если они в это время будут спать чуть дольше обычного. В идеале, говорят специалисты, лучше вообще взять три дня отпуска и отдохнуть. Если такой возможности нет, тоже ложиться спать по старому времени и вставать по новому. Так, смена режима пройдет постепенно и легче. Также врачи рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе, стараясь застать побольше солнечного света и обязательно следить за режимом питания, при этом обогатив его витаминами. В это время можно позволить себе побольше бананов, сухофруктов и шоколада. В них содержится много эндорфина – гормона счастья.